Привет, друзья! Мы снова вместе, снова рядом. На канале Longplay. Здрасте! Продолжаем наше путешествие по волнам популярных песен исполнителей, а иногда и не очень популярных. Не только песен исполнителей, но и фактов, историй, судеб. И если вы на нашем канале впервые, обещаем, вам понравится. Нередко можно встретить песню, заглавленную каким-то интересным именем собственным. Маши, Даши... Жанны. Жанны. Жанны, Джоулин и Лейлы и прочие. И не всегда слушая эти песни, мы понимаем, о ком писал автор. Являются ли они вымышленными персонажами? А может быть, действительно была некая Лейла, реальный человек с реальной судьбой? Или стюардесса по имени Жанна? Или Вика из песни группы Корни? В общем, сегодня мы попытаемся разобраться в реально живших прототипах очень и очень известных песен и немного расскажем о том, как сложилась их судьба. А Вику с днем рождения. А партнер нашего сегодняшнего выпуска – Raid Shadow Legends. Коллекционная пошаговая RPG, темная фэнтези с очень красивой графикой. Игра уже очень популярная, каждый день в ней играет более миллиона пользователей. Мне лично не составило никакого труда начать играть, все очень просто. В интернете огромное количество сообществ и ресурсов, посвященных игре. На том же YouTube вы найдете множество гайдов. Огромный выбор героев, море бонусов, благодаря которым вы этих героев с легкостью прокачаете. Игра совершенно бесплатная и играть все сможете как на мобильных устройствах, так и на ваших ПК. Ну и конечно же, для моих любимых подписчиков, пройдя по ссылке в описании, получайте 100 тысяч серебряных монет, запас энергии, 50 рубинов и крутого чемпиона Палача в качестве бонуса. Ссылка на бонусы действует 30 дней с момента публикации ролика. Переходите, играйте, наслаждайтесь, а мы начинаем. Поехали. Ну что, Иван, мне очень нравится, как вы периодически так меломански, эстетски начинаете наши дуэтные ролики, поэтому прошу. Начинаем с классики рока. Самая распространенная версия гласит, что песня Энджи посвящена жене Дэвида Боуи в какой-то определенный момент жизни. Она зашла в гостиничный номер и увидела там Джаггера и Боуи. Анджела Боуи утверждала, что Мик Джаггер написал Энджи просто, чтобы ее успокоить во всей этой ситуации и посвятить ей песню. Ни Боуи, ни Джаггер никаким образом не реагировали вообще на всю эту историю. Но где-то, наверное, уже в 2000-е стали вскрываться подробности и детали этой истории, этой легенды. Оказалось, что все было не совсем так, а точнее вообще не так. Мик Джаггер не имеет никакого отношения к названию этой песни. Он написал весь остальной текст, кроме... А написал эти строчки, как, собственно, и всю музыкальную часть песни гитарист-роллингов Кит Ричардс. Одну из дочерей Кита Ричардса тоже зовут Анджела или, соответственно, Энджи. Но когда он писал эту песню, еще не было известно, дочь у него родится или сын. Еще не было понятно, какое имя будет у ребенка. А прототип-то песни кто? В итоге получается, что у песни прототипа нет. В итоге получается, что у девушки Энджи прототип песни. Сложно. Ну, раз мы начали с популярных британцев и их детей, я бы с радостью перешел к сыну Джона Леннона по имени Джулиан, который повлиял не на одну песню. Битлов, между прочим. Первый яркий пример это... Та самая Джуд, на самом деле Джул. Да. Сын Джона Леннона по имени Джулиан. Когда у его отца Джона и матери Синтии было все не очень хорошо, их друг семьи по имени Пол захотел его приободрить. А впоследствии песня уже Джоном и Полом была переработана в ту самую прекрасную композицию, которую мы все знаем. Есть еще одна история про Джулиана Леннона. Про его одноклассницу. Совершенно верно. Про его одноклассницу Люси. Все вы, конечно, знаете песню Lucy in the Sky with Diamonds, Люси в небесах с алмазами. Все почему-то уверены, что эта песня про запрещенные вещества. Леннон во всех интервью говорил, ребята, нет, ни в коем случае, никогда, я это не имел в виду. История, на самом деле, очень простая. Джулиан Леннон, 4-летний, пришел из детского садика с рисунком, который он там нарисовал. Джон спросил у него, сынок, а что ты тут нарисовал? Он сказал, Lucy in the Sky with Diamonds. Люси в небесах с алмазами. Леннон подумал, о, классное название. У этой песни и у этой истории был совершенно реальный прототип. Джулиан Леннон в своем детском саду рисовал реально существующую девочку, которую звали Люси О'Доннелл, свою подружку. Понятно, что после детского сада они не общались, их пути разошлись естественным образом. Где-то в середине нулевых Джулиан Леннон, узнав о том, что у его подруги детства Люси О'Доннелл очень тяжелая, неизлечимая болезнь, волчанка, вышел с ней на связь и на протяжении последних лет жизни очень сильно ее поддерживал. Присылал ей цветы, общался, фактически скрасил последние годы ее жизни, когда она была очень тяжело больна. А вы говорите, запрещенные вещества. Тут история красивой дружбы, хороших, красивых людей. Тем не менее, я знаю, что Пол в интервью сказал, что это определенно была песня про Леннон. Я читал это интервью. Ну и в целом у Битлов огромное количество песен, названных именами собственными. Леонор Ригби, да. В большинстве случаев это какие-то собирательные образы, не конкретные, конечно. Но есть еще много историй про Мишель. Легенда, которая культивируется почему-то только в русскоязычном комьюнити. Дескать, у Битлз была фанатка, которая работала стюардессой в британских авиалиниях, наверное. Группис, которая ездила за ними повсюду. И эта легенда гласит, что жизнь Мишель оборвалась трагически, что во время одного из шоу, когда толпа обесновалась, ее просто задавили, таким образом она ушла из жизни. Эта история с реальностью не имеет вообще ничего общего. Появилась эта история в позднесоветском фильме «Заложница». Кстати, у этой песни довольно страшная история. Пошли корни оттуда, там герои обсуждают эту историю, и так появился этот миф. Ужас. Да. Потом одного убили, да? Леннона. На самом деле, у песни Мишель нет прототипа. Когда записывался альбом «Робберс Саул», Джон вспомнил, что в школьные годы, когда ребята собирались на вечеринках, было очень модным изображать себя французов. Тогда они обратились к своему товарищу, которого звали Айван Вон. Его жена была преподавательницей французского. И сказали, «Ребят, слушайте, придумайте нам какое-нибудь французское имя и какую-нибудь французскую фразу, которая будет хорошо с этим именем рифмоваться». Тему стюардесс завели и не будем останавливаться. Стюардесса по имени Жанна. У прекрасной стюардессы по имени Жанна также есть прототип. И зовут ее Жанна. Легенда гласит, что Владимир Пресняков в начале 90-х летел на какие-то очередные гастроли. И там была вот такая милая, обходительная, очень интересная, зацепившая его стюардесса по имени Жанна. Этот самый хук Пресняков запомнил, сочинил приблизительно музыку, но не мог сочинить дальнейший текст. Он в первую очередь попросил своего басиста. Знаешь, что басист написал? «Стюардесса по имени Жанна, полетим мы до Биробиджана, познакомлюсь с семьей, будет все у ей». Стюардесса по имени Жанна. Красиво. Не знаю, по каким причинам Владимиру Преснякову не понравился этот текст. Но он обратился к Илье Резнику, который буквально там за пару минут накидал ему... Так существовала ли Жанна? Да, Жанна существовала. Здесь мы поместим ее фото, скажем, как ее зовут. «Стюардесса по имени Жанна». Конечно, обсуждая такую тему, сразу на ум приходит песню «Билли Джейн». Имя реального прототипа этой песни, к сожалению, никому не известно, но общеизвестная история о том, что Майкл написал ее у своей фанатки, которая заявляла, что она родила от него ребенка. И произнеся фамилию Майкла Джексона я вспомнил не самый тривиальный пример. Одна из моих любимых рэп-групп под названием OutKast. Ой, да, класс тоже. Есть у них такая классная песня. Кто же такая эта самая Мисс Джексон? Мисс Джексон это мать Эрики Баду. Эрика Баду, популярная и великолепная соу-певица, была супругой одного из участников дуэта OutKast. То есть, тоже реальный человек? Да, абсолютно реальный человек. Это теща, перед которой в этой песне он извинялся за то, что был не самым хорошим зятем. Можем немножко вернуться к теме рок-н-ролла. Мне всегда было очень интересно, кто же такой этот Джонни Бигут. Прототипом героя этой песни стал клавишник по имени Джонни Джонсон, с которым тогда играл Чак. Но песня про гитариста. Песня про гитариста, потому что этот самый образ того Джонни человек немножечко перенес на себя. Эта песня уже не первый раз появляется в выпусках на канале Лонгплей. Ну и не последний, конечно. Конечно, не последний. В прошлый раз было множество комментариев о том, что на самом деле эту песню, конечно же, написал Марти Макфлай. Но скажу по правде, Марти играл ее в 54-м, если я не ошибаюсь, а вот в 47-м году была записана песня прекрасного джазового музыканта Луиса Джордана. И начиналась она вот так. Тоже плагиат? Бывают, конечно, и обратные случаи, когда в названии песни упоминается та или иная звезда. Все понимают, как бы, что это за прототип, но никто не понимает, какое отношение к песне она в итоге имеет. Из того, что мне в первую очередь вспоминается, это Клинт Иствуд. Гориллаз, да. Какое отношение к этой песне имеет Клинт Иствуд? В ней есть несколько отсылок к саундтреку фильма «Плохой, хороший, злой». И есть фраза героя Клинта Иствуда. Также прекрасная песня Грейс Келли от певца Мика. Вообще, есть огромное количество людей, которые думают, что это какой-то хит восьмидесятых. Это был второй хит Мики после первого хита «Relax». Лейбл 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 хотел из него делать достаточно типичную поп-звезду. Референсом служил Крейг Дэвид. Это Мике совершенно не понравилось и в качестве протеста о том, что он достаточно самобытный артист, он написал эту песню. Когда-то его внешность сравнивали с Грейс Келли. Таким же успехом, как Грейс Келли, песня могла называться Фредди Меркьюри. Да, он же поет там. Все это потому, что его нередко называли Фредди Меркьюри 21 века и вот так в этой песне он выплеснул любые ассоциации, на которых он может быть похож, лишь бы сохранять собственное лицо. И вопрос давно волнующий человечество. Я перерыл все возможные источники, чтобы узнать при чем же здесь Барбара Стрезент и не нашел ничего лучше лаконичного ответа авторов этой песни дуэта DJF Duck Sauce Why Not? Конечно, авторами их можно назвать с натяжкой на всякий случай для тех, кто не знает. Вот оригинальный сэмпл из этой песни. Если копнуть поглубже в советскую эстраду, а может быть еще даже глубже в военные песни, где как бы была Катюша, есть просто уйма различных вариантов, кто же на самом деле была. Это Катюша в разных городах России, там памятники даже стоят той самой вот Катюше, каждый считает по-разному по-своему, но биографы, которые хорошо разбираются в жизни и творчестве Михаила Исаковского, автора слов, утверждают, что скорее всего песня была посвящена его первой учительнице. Очень милая история, не имеющая никакого отношения к военной тематике. Ну и конечно же, я не могу себе позволить не упомянуть наших битлов, наших машиновремени, песняров, наших, у которых есть Александрына, у которых есть Олеся. Я искренне надеюсь, что вы знаете эти песни, если не знаете... В данном случае, что касается Александрыны, ее на самом деле звали Зинаида, но мне больше нравится история, связанная с песней Олеся. Текст этой песни один из самых вообще красивейших у песняров, да и вообще на всей советской эстраде. Пойшла, Николе уже не вернешься, Олеся. Ушла и никогда уже не вернешься, Олеся. Бывай, смуглявая, каханая, бывай. Прощай, смуглая, любимая, прощай. Стою на ростанях былых осподнябессе. Стою на распутие, а с небес самотным жаворонком звенит и плачет май. Одиноким жаворонком звенит и плачет май. Так сложно я тебе скажу с родного языка переводить на русский, но мы справились. Этот, на мой взгляд, невероятно красивый текст написал белорусский поэт Аркадий Кулешов и написал он его, когда ему было 14 лет. Это было в далеком 28-м году, очень-очень задолго до появления песни. Это был стих, который назывался «Бывай», если я не ошибаюсь. Посвятил он Олесе своей первой любви. Есть одна забавная история, связанная с этой песней уже спустя десятилетия, когда и у Аркадия, и у Олеси были свои судьбы, свои семьи, дети, даже внуки, если я не ошибаюсь. Решили встретиться. Олеся пришла навстречу чуть раньше. Аркадий немножечко опоздал и, увидев в окошко Олесю, к сожалению, ни капельки не похожую на ту его первую любовь, самую 14-летнюю смуглявую, просто развернулся и убежал. И, конечно же, это не единственная Олеся, которую когда-либо исполняли белорусские коллективы. в белорусском Олесе Кудесница леса Олеся И, к моему большому удивлению, эту прекрасную песню про Кудесницу леса с белорусского Полеси написали русские авторы Олег Иванов и Анатолий Поперечный. Олеся, Олеся, Олеся Но у данной Олеси нет реального прототипа, скорее ей служит героиня одноименной повести Куприна. Вот как. Как сказка, как чудо, как песня. Конечно, будет странно и нелепо, если в этом выпуске мы не затронем тему песни Лейла. Песни, основанной на одном из самых популярных любовных треугольников в истории мировой рок-музыки. Напомним нашим ребятам любовный треугольник. Это Джордж Харрисон, Эрик Клэптон и супермодель Пати Бойт, которая в момент, когда была написана Лейла Эриком Клэптоном, была официальной женой Джорджа Харрисон. Еще один аспект этой ситуации заключается в том, что Клэптон и Харрисон были очень-очень хорошими друзьями. Клэптон действительно просто полюбил Пати, ничего с этим не мог поделать. Он оказывал ей знаки внимания. Причем, вы можете себе представить, насколько непросто было это делать конкретно Клэптону, человеку крайне известному, как, собственно, Джордж и Пати. Конечно, долго скрывать это было невозможно. В результате Харрисон и Бойт развелись. Причем, Харрисон не имел совершенно никаких претензий к Эрику Клэптону. Но, видимо, все-таки действительно отношения не клеились у них с Пати. Более того, Харрисон был гостем на свадьбе Эрика Клэптона и Пати Бойт. Естественно, Клэптон, пытаясь скрыть от общественности свое отношение к жене, своего лучшего друга, не мог просто взять и назвать песню Пати, потому что все подозревали, это было бы слишком очевидно. Но основой для сюжета этой песни послужила поэма Лейли и Меджнун, средневеково-арабского поэта Низами. Там была чем-то похожая история. Молодой человек очень долго добивался любви девушки Лейлы, ее родители были против, и в результате молодой человек просто сошел с ума. Вообще, у самой песни интересная история популярности. Сразу она не выстрелила. У проекта Дерек Индоминус был всего один альбом, и, насколько я знаю, он расходился не очень хорошо, как минимум, потому что имени Эрика Клэптона на обложке просто не было. А таким прям железным хитом она стала только в начале девяностых после акустического исполнения. И, скажу честно, для меня, да и, я думаю, и очень для многих, именно эта версия Лейлы самая... Что ж, на этом можем завершать. Друзья, как всегда, благодарим вас за то, что посмотрите, благодарим за то, что подписываетесь, благодарим за то, что комментируете, не останавливаетесь. По этой теме, я уверен, от вас мы тоже сможем много узнать и сделать вторую часть. Не устану призывать вас подписываться на канал. Мы увидимся через неделю. Всего вам хорошего. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok